24 апреля 2017 года котельная от Министерства обороны перешла в собственность муниципалитета. В Ажаевском гарнизоне она отапливает 42 многоквартирных дома, детский сад, школу и 6 объектов Министерства обороны. Возвели ее 40 лет назад и с тех пор с капитальным ремонтом не спешили. По предварительным подсчетам, чтобы подготовить котельную к отопительному сезону, нужно порядка 26 миллионов рублей. В настоящее время объект эксплуатирует компания «ТЭМП». За счет собственных средств специалисты предприятия уже приступили к подготовке котельной к отопительному периоду. В ужасном состоянии заменяется. Фильтры готовим, насосы готовим, подпиточные готовим, насосы в работе котельной. Вот так вот сегодня работает. Предстоит и еще ряд работ, чтобы привести котельную в порядок. Одна из важных проблем – инженерные сети. Как сообщает пресс-служба Белогорского района, по итогам инвентаризации 2016 года необходимо провести капитальный ремонт всех инженерных сетей военного городка. В свою очередь, сети тепловодоснабжения и водоотведения не вошли в перечень передаваемого имущества и находятся в предаварийном состоянии. Вопрос с их передачей муниципалитету сейчас решается. Также в компании «ТЭМП» сообщили, что в конце июля они начнут выставлять жителям гарнизона счета за тепло. Деньги также пойдут на ремонт котельной. Ремонтируют бывшую военную котельную и в Белогорске на модернизацию потратят, по словам главы города, огромную сумму – 30 миллионов рублей. К котопительному сезону все будет готово. Я думаю, проблем не будет. Есть вопросы по заготовке топлива, связанные с конкурсными процедурами. В общем и целом, работы ремонтные были масштабные, запланированные и в планном режиме. Где-то на 1 августа будем сверять сроки и делать какие-то поправки, ускоряться или замедляться. Полагаю, что к котопительному сезону город будет готов в полном объеме. Масштабные работы по подготовке к отопительному сезону ведут и в Мазановском районе. В прошлом году в Новокиевском Увале возникли проблемы, когда компания «Агропромстрой» котельная, которая отапливала 8 домов на 166 квартир, оказалась не в состоянии закупать топливо. А котлы были в таком состоянии, что поддерживать нормальную температуру в квартирах не получалось. При подготовке к отопительному сезону 2016-2017 года купили два котла КВР-128 стоимостью 750 тысяч рублей. Все это из бюджета района. Это позволило нам снизить затраты на уголь в отопительном сезоне, повысить теплоноситель в системе теплоснабжения и бесперебойно пройти отопительный сезон. В настоящий момент котельные установили два котла марки КВР-128 и один КВЗ-06Б. К отопительному сезону запланировано 975 тысяч уже собственных средств предприятия, которое за зиму что-то заработало на этой котельной. Сейчас на котельной ведут текущий ремонт котлов, устанавливают новые ворота, капитальный ремонт потолка, установили резервную электростанцию и так далее. В течение августа будут менять теплотрассу. Деньги 1 миллион 200 тысяч выделила областная казна. Кстати, недавно на котельной побывала большая комиссия членов открытого правительства. Им также рассказали, что уже сделано и что еще в планах. А еще поделились, уже завезено 400 тонн угля. 40% от объема необходимого на весь отопительный период.